Валерий, здравствуйте! Я рада вас видеть. Здравствуйте, взаимно! Дорогие друзья, сегодня с нами Валерий Цепкало, и мы будем обсуждать, конечно же, мы будем обсуждать и войну, и Беларусь, и белорусского диктатора Лукашенко, и судьбу Беларуси, и судьбу войны в том числе. Валерий, я надеюсь, что вы, как всегда, вот мы с вами хоть и редко встречаемся, но метко, что вы, как всегда, имеете инсайды по поводу событий, происходящих в том числе вокруг Лукашенко и непосредственно самим Лукашенко, потому что буквально перед нашим с вами эфиром я смотрю Лукашенко на встрече с премьер-министром, госсекретарём Совбеза, Брестским губернатором и министром обороны, он их так называет, на обуз Лесновском полигоне в районе Барановичей, Брестской области. Он заявил, нам надо готовиться к войне. Хотя до этого мы помним, он всё время публично рассказывал, что война — это плохо, надо ни в коем случае не допускать и выходить из войны. А перед этим самолёт, белорусский самолёт Як-130 пересёк воздушное пространство Украины, в Украине была объявлена воздушная тревога. Непонятно, что это произошло, что это было. Связаны ли эти два сейчас события, я хочу спросить у вас. Ну, конечно, вопрос, на самом деле, потенциального участия Беларуси в войне России против Украины, конечно, интересует всех. Он интересует и россиян, интересует и украинцев, он интересует, безусловно, в самой большей степени белорусов. Я не верю, на самом деле, практически, я подчёркиваю, практически ни в какие сценарии, при которых белорусские вооружённые силы могли бы вступить в войну в Украине. За исключением одного сценария, но он исключает войну в Украину, он может предполагать потенциально принуждение Лукашенко к исполнению своих обязанностей, союзнических обязанностей, которые вытекают из договора ОДКБ, в соответствии с которым все участники договора о коллективной безопасности должны оказывать помощь стране, которая подверглась агрессии. То есть, я думаю, что Путин оказывает давление на Лукашенко с тем, чтобы он не пересёк границу с Украиной, а пересёк границу с Россией. Мы, конечно, имеем в виду прежде всего Курскую область, где разворачиваются сейчас, ну, может быть, не основные поля сражений российско-украинской войны, но, наверное, второй по значимости, по крайней мере, театр военных действий. Там он обязан, по большому счёту, принять участие, потому что формально можно это представить как нападение на территорию Российской Федерации. Другое дело, что никто из белорусов, никто из вооружённых сил, и здесь вы правы, у меня есть инсайды, это, конечно, не из ближайшего окружения Лукашенко, они все очень напуганы, они боятся любых внешних и внутренних контактов и разговоров на эту тему, но из вооружённых сил действительно идёт информация в отношении того, что никакой серьёзной подготовки к войне не ведётся. То есть это в большей степени является отвлекающим фактором, который может с точки зрения, ну, я не знаю, российского или белорусского политического руководства отвлечь часть украинских вооружённых сил, вооружённых сил Украины, от того, чтобы перекинуть свои вооружённые силы на основные театры военных действий и оттянуть их от границы с Белоруссией. Лукашенко недавно сделал ещё одно странное, как для него, заявление, а именно он сказал, что народу Белоруссии надо готовиться к жизни без Лукашенко. Я не знаю, может, народ Белоруссии уже давным-давно готов, но вот он так сказал, намекая на то, что, мол, собирается он уходить от власти. И вот тут у меня вопрос, Валерий. Выборы президента Белоруссии, которые, я так понимаю, должны пройти в 2025 году, я не понимаю, когда, то есть это 23 февраля, то есть уже скоро, через полгода, это в июле 2025 года. Скажите, пожалуйста, когда эти выборы будут, что вы от них ждёте, и будет ли в них участвовать Лукашенко? Ну, эти выборы, безусловно, должны быть. Они должны состояться не позднее июня 2025 года, то есть если у нас в августе состоялись выборы в 2020 году, то, соответственно, 3 месяца идёт сдвижки, и они должны, ну, где-то, наверное, не позднее июня, может, даже мая состояться эти выборы. Лукашенко, безусловно, будет принимать в них участие. Почему? Потому что та система власти, которая она выстроена, им она не предполагает его пребывание на свободе после того, как он перестанет формально назначать людей на должности. То есть надо понимать, что те люди, которые сегодня его окружают, конечно, он ведёт очень тщательный отбор, тщательный отбор, поручая этим людей, заставляя этих людей петь себе песни, восхвалять его всячески, преклонять голову, когда он говорит, но как только ситуация чуть-чуть изменится, то сразу же те, кто был сегодня его якобы сторонником, на самом деле просто подчинённым, он очень быстро поменяет направление движения. Как, ну, допустим, у нас это, может быть, вы знаете, может быть, нет, произошло с таким Латушко, бывший министр культуры, который, в общем-то, хвалебные оды пел Лукашенко, находясь на территории Беларуси, никогда ни одного слова не позволял там, не только там критики, да, не только там неосторожного высказывания, да, ну и даже намёк на неосторожное высказывание, но как только оказался в Польше, вот, стал сразу же таким ярым критиком. На самом деле просто это в такой, либо маскировке был, ну, как бы, либо у человека принципа нет, да, либо он просто находился под очень глубокой маскировкой. Я думаю, на самом деле, таких в окружении Лукашенко, ну, скажем так, каждый второй. И как определить себе преемника, это фактически нереально. Нереально, потому что тот преемник, который придёт при той системе организации власти, у него будет либо личная месть, либо, может быть, какие-то другие сводить счёты будет, но очевидно совершенно, что Лукашенко очень быстро отправится в тюрьму. Поэтому сто процентов он будет принимать участие в выборах, хотя на самом деле никто в этом не заинтересован, включая, кстати, и Путина, потому что Путин оказывает на него давление, оказывал, и это, в общем-то, ещё один инсайт, если можно так выразиться, а может быть где-то даже и анализ информации, которая к нам поступает, он заключается в том, что Путин не хотел бы, чтобы власть в Беларуси хоть на какое-то время мог взять народ, как это произошло в Украине, как это произошло в Грузии, как это произошло в Армении, когда, в общем, нерегулируемая смена власти происходит, а когда, ну, на самом деле, народ на свободных и честных выборах выбирает себе политическое руководство. Это самая страшная болезнь, самая страшная опасность для Путина, поэтому, конечно, он хочет поменять Лукашенко, он хочет, чтобы произошёл управляемый транзит власти, и если вы, допустим, посмотрите на кадры, которые вы видите из Беларуси, как выглядит Лукашенко, то есть технически, и как он выглядел, когда он ездил к Путину на приём, он там выглядел, наверное, килограмм на 50 больше, тяжелее, чем он выглядит по белорусскому телевидению. Если это рассуждать с точки зрения как бы современных информационных технологий, то либо его зумируют очень серьёзным образом, как бы приводят его в более-менее приличный божий вид профессиональное оборудование, которое, естественно, есть у операторов, скидывая ему вес, потому что мы не видим действительно, каким он выглядит на самом деле. Никто не может вести какие-то дополнительные съёмки, которые не сертифицированы, там, с айфона снимать, или из какой-то своей домашней камеры. Либо, наоборот, выглядит он так, как показывает его белорусское телевидение, но гипертрофирует российское телевидение. Но в любом случае российское телевидение совершенно не озаботилось о том, чтобы его показать ну, как бы в приглядном цвете. А вы знаете, что самый лучший подарок – эта книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И ещё много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А ещё там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и ещё много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим ещё. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Вы видите, что человек, у которого, в общем, букет болезней, в том числе и активное тромбообразование, он постоянно находится на соответствующих лекарствах, которые колятся в живот. Это лекарство может иметь и какие-то гормональные свойства. То есть очевидно совершенно, что в любой момент с ним может произойти то, что произошло в прошлом году, в мае месяце, когда он попал в московскую городскую... Я хочу сказать, да, Валерий, это как раз мы с вами тогда были в эфире. Да. И вы рассказывали, что Лукашенко неизлечимо болен, что кровь у него, случился кризис, кровь просто со всех мест склынула, и его госпитализировали в кремлёвскую больницу. И тогда это, напомню, случилось на фоне его встреч с Путиным. Скажите, пожалуйста, как влияют на его состояние и на его здоровье встречи с Путиным, и действительно, что у него сейчас по здоровью, вы знаете? Ну, информация о его здоровье, она, конечно, очень серьёзным образом засекречена, и я эту информацию узнал от врача, которого из совершенно другой клиники, но я не буду называть какой, из реанимационного отделения, это практически врач, который там начальник реанимационного отделения одной из московских больниц, его вызвали, и он в составе бригады врачей как бы возвращал его к жизни. Я высказываю не своё мнение, а мнение того врача, который мне со мной этой информацией поделился. На самом деле, конечно, у него нет, мне кажется, или не было оснований зачем-то преувеличивать и что-то придумывать, потому что для него Лукашенко совершенно безразличный персонаж, он понимает, что, в общем, это всё-таки не такая государственная тайна, как там операция на щитовидке, как мне рассказывали, была у Путина, в Сочи его оперировали. Это является, естественно, очень серьёзной государственной тайной. Здесь, в данном случае, человек не считал, что он может серьёзным образом пострадать, даже если произойдёт такого рода утечка. Кстати, она у меня подтвердилась. Мой один из друзей, американский хирург, он не хирург, извините, американский врач, специалист по проблемам сна, инсомния, так называемые проблемы, в своё время, когда ещё до 2014 года, до 2014 года, он пытался завязаться вот именно с этой больницей, Московской городской клинической больницей, бывшей Кремлёвской больницей. Он пытался связаться для того, чтобы вот эти вот центры по изучению проблем сна и решения проблем сна там установить кафедру целую, открыть там. Но после 2014 года, там, когда связи были фактически прерваны, ну, на таких уровнях американцев, он перестал продвигать эту тему, но, тем не менее, у него знакомые там остались, и он мне специально потом позвонил, когда эта информация распространилась, он говорит, что я узнавал действительно у врачей, вот, и она, то, что, как бы я передавал, она подтвердилась с точностью до 95%. Конечно, я могу неправильно передавать какие-то медицинские термины, я могу, может быть, неправильно передавать диагноз, да, ну, то есть, это вполне естественным образом, но самое главное, что он подтвердил, что был криз. Сейчас он, если верить российским видеосъемкам, то он находится на серьезных гормональных препаратах, и, честно говоря, по внешнему виду можно сделать вывод о том, что, наверное, наверное, только благодаря очень современной и серьезной медицине, тем препаратам, которые ему поставляют, естественно, из-за рубежа, тому центру медицинскому, который он у себя создал стоимостью 300 миллионов долларов, и на бюджет, которых тратится больше, чем на бюджет здравоохранения одной из белорусских областей, естественно, что они поддерживают его состояние. Он, по-моему, кстати, один из дней, я сейчас точно не помню, по-моему, в среду он не появляется никогда в эфире, он не появляется никогда на телевидении, то есть не исключено, что раз в неделю он проходит процедуры, где, возможно, ему там переливают кровь, капают и прочие-прочие вещи делают, но здесь врачи хоть и есть, как бы у меня знакомые, но я не хочу подставлять даже их тем, чтобы им делать какой-то звонок и, естественно, расспрашивать о состоянии его здоровья. достаточно тех кадров, которые мы можем видеть из его встреч в России. Кого готовит Путин вместо Лукашенко на следующих выборах? Путин никого не готовит вместо Лукашенко. Путин хотел бы, конечно, чтобы это была приемлемая фигура, чтобы это был транзит власти, который, ну, как они считали, они проводили, скажем, в Азербайджане, в Казахстане, в Туркменистане, вот, когда, ну, по большому счету, смена элит потом проходила бы постепенно, но где человек, который приходил бы к власти, он имел бы, ну, по крайней мере, отношение не хуже, чем его предшественник. И поэтому, мне кажется, что это фигура, которую должен, по идее, Путин, наверное, ему предлагает, он должен определиться сам. Очень долгое время Россия делала ставку на Качанову, Наталью Ивановну, которая является, являлась раньше главой администрации Лукашенко, сейчас является председателем Совета Республики. Она даже ездила на Сматрины несколько раз в Москву, и ее там награждали различными государствами, наградами, орденом Андрея Первозванного, церковными разными наградами и прочее, прочее, что, в общем-то, каким-то образом помечали, что, в общем-то, они согласны с этой кандидатурой. Но сейчас видно, что она опять задвинула в сторону. Это, на самом деле, просто обычная игра, которую ведет Лукашенко с Путиным, откладывая постоянно вот это вот решение, откладывая постоянно назначение преемника. И, в общем, я думаю, что это все делается с единственной целью, для того, чтобы потом сказать, как он это часто говорил. И уже готовится, кстати, другое мнение, то есть люди специально задают ему вопросы, что как же мы без вас будем, как же мы без вас будем существовать. То есть он скажет, вам приходится или придется научиться жить без меня, но найдется несколько бабушек, которые скажут, как же мы без вас, мы без вас жить не можем, поэтому, пожалуйста, просто народ попросит и он будет баллотироваться, ну и то же самое, наверное, будет он говорить и белорусам, и россиянам, и всем остальным. Я еще раз подчеркиваю, для него сценарий выживания будет примерно такой же, как для Януковича, но явно не при том, что у него останется хоть там какой-то миноритарный пакет власти в Республике Беларусь. Поэтому я думаю, что он на выборы пойдет. То есть бежать он будет в Россию? Там же писали о том, что у него какой-то дворец в России где-то уже есть. Я думала, он в Китай будет бежать. Нет, нет, я не говорю о том, что бежать, ну как в случае с Януковичем бежать, я думаю, что просто резиденцию, просто проживать. То есть в этом случае, как бы, конечно, если произойдет транзит власти, то ему надо будет уезжать в Беларуси, он не сможет находиться. То есть должна быть, так сказать, полная защита потом под защиту Кремля, защита Путина, личная защита, личные гарантии его безопасности должны будут даны, но они не будут работать в Беларуси, они будут работать только, если он будет находиться на территории России, там уже как бы вроде как будет и все равно на самом деле для белорусов, для будущей власти, где находится Лукашенко и что он делает. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Вопрос наоборот. Сейчас вокруг Путина, как говорят очень многие эксперты, начинает бурлить недовольство. Элиты, олигархи, военные элиты, так называемые. Им не нравится, что происходит. Им не нравится то, что в Курской области украинская армия, им не нравится, что они теряют деньги, им не нравится, что они не могут жить роскошной западной жизнью, их семьи, любовницы, дети, учиться и делать все, что они до этого хотели. В общем-то, нормально себя воровать в российском бюджете и при этом наслаждаться жизнью на Западе, вкладывая туда. То и дело, возникают разговоры о заговоре против Путина. То те, то те, то те, кто и как его будет делать. В такой конструкции какая может быть роль Лукашенко? Может ли он участвовать в заговоре против Путина и с какой целью? Нет, никакой. Лукашенко не субъектный больше политик, то есть на самом деле он не может опереться на самое главное, на что опирается политик, это на общественное мнение, он никому не может уже ни на Западе, ни в России скормить, что я вот выражаю интересы народа. Поэтому, да, действительно, я также не исключаю сценарии заговоров в России. Это по классике, то есть либо как бы управляемый процесс передачи власти, либо заговор. Ну, в революцию я на сегодняшнем этапе не очень верю, хотя на самом деле бунт Пригожина показал, что вот такая как бы своего рода революция, но имеющая форму, скажем так, народного недовольства или вооруженного мятежа, скорее, да, вооруженного мятежа, она может произойти. И недаром Стрелкова-Гиркина не отправили на фронт, несмотря на то, что он просился, он сидит в тюрьме, потому что Путин очень боится повторения сценария, при котором, конечно, он уже не сможет скормить никому, ну, я имею в виду тому, кто будет стоять во главе этого заговора или во главе этого Путча, он не может скормить идею переговоров и так далее, потому что мы видим, чем заканчиваются переговоры с Путиным, чем они закончились, по крайней мере, в случае с Пригожиным. Никакой роли Лукашенко в таком раскладе, во внутрироссийском раскладе, уже играть не сможет. Он, наверное, мог бы играть еще такую роль лет 20 назад в случае возникновения кризисных ситуаций, возможно, еще даже лет 10 назад, но никак не после того, как, в общем-то, обнажилось, обнажился тот факт, что он не пользуется абсолютно никакой поддержкой внутри страны, и держится исключительно лишь на силе, на подкупе и, собственно говоря, на штыках. Пытается ли Лукашенко договориться с Западом, за спиной Путина? И если да, то о чем? Я думаю, пытается, и, естественно, не сам напрямую, а через посланников, через всяких, ну, наверное, там, я не знаю, послов, дипломатов, конечно, прежде всего, может быть, даже бизнесменов, я же знаю, допустим, что, ну, есть белорусские бизнесмены, которые активно работают в Украине, возможно, они являются в определенном смысле каналом коммуникации, иногда более надежным для Лукашенко и более понятным для всех, чем дипломаты, но это вряд ли можно будет достичь, потому что он фактически стал нерукопожатым и любое сотрудничество с ним, любые намеки на то, что кто-то будет предлагать смягчение режима или пойдет навстречу с ним, здесь, по крайней мере, на Западе сложно себе представить, я думаю, что невозможно это представить в Украине, ну, а на самом деле, когда из трех точек опоры существует только одна и то, которое говорит, что послушай, у тебя, значит, на самом деле здесь внутри вообще ничего нет и ты полностью зависишь от меня, то никакой самостоятельной игры Лукашенко вести не будет, если даже он и пытается это делать. Вы говорите, что Лукашенко точно пойдет на следующие выборы, потому что любой, кто будет вместо него, даже если это будет якобы его преемник, в итоге посадит его в тюрьму. Окей, хорошо, я соглашусь, но а как же вариант Коленьки, любимого сына, которого он похоже видит следующим правителем или я даже не знаю как это сказать, потому что там явно не про свободные выборы, да, в Беларуси. Коленьку пока он не трогает, Коленьку он не хочет на царство посадить? Ну, понимаете, Коленька это такой тип ребенка, который рос даже там не серебряной ложкой и золотой, а с платиновой ворту. Нет, он родился уже в семье Лукашенко, президента, он никогда не ходил в школу, он никогда не проходил стандартной социализации, вот, он даже будучи отправлен в Китай, на учебу, там, это где-то год назад примерно произошло, самолет его лично, да, да, самолет лично Лукашенко отправил его на учебу в Китай, уже там, не знаю, в какой там колледж или куда-то, вот, и буквально через месяц, может быть, даже меньше, самолет полетел повторно и забрал Коленьку обратно, потому что Коленька никогда не жил и не умеет жить в коллективах, он не понимает, что значит сопротивление материалов, он не понимает, что значит услышать нет в ответ на твою просьбу или твой приказ, поэтому он абсолютно не приспособленный к жизни человек, и это даже не вариант там военных хунт, там, когда там в армии люди по-настоящему служили, где управляет не единый, не один человек, а управляет некая команда, ну, как это мы знаем по примерам там стран Латинской Америки, нет, здесь исключительно индивидуалистическая история, где нету никакого, я еще раз подчеркиваю формально или там фигурально, вернее выражаясь, акционерного общества, где у Лукашенко, как у какого-нибудь там диктатора в странах Латинской Америки был бы мажоритарный пакет акций, ну, вот как, скажем, у того же Мадуро, да, где, ну, я думаю, что вы прекрасно знаете, где генералитет у него имеет свое кормление, то есть ты не можешь с Мадурой договориться, грубо говоря, о том, чтобы там поставить бесплатно без таможенной пошлины компьютеры, потому что таможню контролирует какой-то определенный генерал, и это у него является зоной кормления, или, допустим, взять, построить, договориться с Мадурой, построить на Карибском море, на побережье Карибского моря, где там, ну, выходит берег и хороший песок у Венесуэлы, взять, построить какую-нибудь гостиницу, ты должен с другим генералом договариваться и так далее, то есть так вот это организована система примерно в странах Латинской Америки, то здесь никакого нету, никаких миноритариев нет, да, здесь унитарное предприятие, где решение исключительно принимает один человек, и где, если, вот, как, скажем, начальник службы безопасности Лукашенко, зам, в Тюрин, зам председателя Совета безопасности, начальник службы безопасности, его, да, якобы за взятку, не знаю там, за взятку или нет, но получил 12 лет тюрьмы строгого режима, и сейчас отбывает этот срок в заключении, так, поэтому нету здесь никого, на кого можно было бы опереться, и на тот, кто был бы хоть в какой-то степени обязан тебе, ну, определенным делянкой, определенной зоной кормления. Что касается сына, то, ну, надо понимать, что ему, по-моему, еще и нет и 20 лет, у нас по Конституции в 35 лет можно становиться президентом, переписать Конституцию, конечно, теоретически можно, но это очевидно уже просто будет выглядеть, как переписывание Конституции под то, чтобы посадить своего сына, ну, и в любом случае, понимаете, после ухода Лукашенко Беларусь обязательно будет ожидать определенный период, ну, скажем так, политической нестабильности. Политической нестабильности, это не значит, что будет там какой-то хаос, там вооруженные конфликты и так далее, да, но будет идти такая перманентная борьба за власть, где тот, кто даже будет находиться формально во главе у руководства Беларуси, он далеко не сможет так быстро консолидировать власть, а может и вообще не сможет ее консолидировать, то есть появятся другие политики субъектные, будут складываться разные организации, люди впервые получат возможности дебатировать в парламенте, ездить и предлагать какие-то свои программы электорату, ну, то есть будет идти по пути развития гражданского общества примерно то, что происходило в Беларуси где-то с 91-го по 94-й год до моменту прихода Лукашенко к власти, вот эти вот три года, они были таким периодом относительных свобод, где люди погрузились просто в политику, где им было это интересно все слушать, это было все необычно, вот, и вот этот вот период времени, конечно, для Беларуси он будет решающий, его надо использовать, использовать всем демократически ориентированным силам, а я думаю, что все будут силы демократически ориентированы, кроме, может быть, там одного человека, опять же, формально, который может занять этот пост, и, конечно, надо его использовать для того, чтобы восстанавливать законность, порядок и, естественно, ну, в чем может новый руководитель условно находить опору себе, да, он может опору себе находить либо в какой-то там команде, но вы должны понимать, что никакой команды в Беларуси нет, организовано очень грамотное слежение друг за другом, то есть председатель КГБ следит за министром внутренних дел, министр внутренних дел следит за генеральным прокурором, генеральный прокурор за министром обороны и так далее и тому подобное, чтобы, не дай бог, они не сбились в кучку и там двое или трое, как говорится, в Евангелии не собрались во имя мое, да, ну, или во имя некой идеи, поэтому это как бы реально вызов для любого, кто придет к власти, у него не будет команды, у него не будет никого, кто, на кого он мог бы опереться, исходя из каких-то договоренностей, поэтому вот это неизбежный период, который Беларусь должна будет пройти. Валерий, скажите, а кто от демократических кандидатов будет участвовать в этих выборах? Да, я думаю, а вы имеете ввиду сейчас, которые в 25-м году будут? Да. Ну, ни к того не будет, на самом деле сейчас из тех, кто принимал участие в кампании 20-го года или за границей, или в тюрьме находятся. Я имею ввиду, конечно, прежде всего Сергея Тихановского, Виктора Бабрыка, меня, которые там были кандидатами в президенты, ну и потом женское трио, которое сформировалось, Колесникова в тюрьме, Тихановская за границей, ну и Вероника, моя супруга, тоже находится за границей. Понятно, что открыты уголовные дела, они открыли уголовные дела против всех, именно исходя из боязни того, что у людей память еще есть, и они боятся, что могут, ну, кто-то мог бы приехать, допустим, там, моя супруга. Так это получается, что, я понимаю, так это получается, что в 25-м году на этих президентских выборах Лукашенко опять назначит себя президентом? Конечно, конечно, вы даже можете не сомневаться, если вдруг найдется какой-то смельчак там, то есть, понимаете, в 20-м году люди проголосовали бы за половую тряпку, за швабру бы проголосовали, если бы она стояла в списке для тайного голосования. То есть, на самом деле, людям вообще безразлично было за кого голосовать, и никакой, никакого конкурса программ, позитивных программ вообще не было. Наверное, единственный, кто озвучивал позитивистскую программу, это был я, и Виктор Бабарыка может быть частично, потому что сначала провокации сняли Тихановского, потом сняли Виктора Бабарыка, но единственное, что-то там рассказывал в позитивном плане я. Потом, когда мы поддерживали уже Тихановскую, то условием было то, что она вообще не должна была и рта открыть в отношении того, что она лидер, в отношении того, что она там какую-то позитивную программу, потому что вообще с намнений Лукашенко выбрал самого слабого, кого можно было бы выбрать, то есть безработную домохозяйку он выбрал, человек, который вообще в жизни никогда ничем не интересовался и никогда ни к чему не стремился. Поэтому сейчас, конечно, он не повторит эту ошибку, безусловно, но он, наверное, назначит себе каких-то пару оппонентов примерно так, как это делал Путин. Смотрите, он же даже Екатерину Дунцову снял, который какой-то там провинциальный журналист, никому неизвестный, но в связи с тем, что она в общественном мнении в определенном смысле предстояла как независимый кандидат, он испугался ее именно исходя из белорусского опыта и снял. То есть он может назначить себе как бы в качестве оппонентов только тех, кто будет ему курить фемиам и строго предупредит, что он отправится в тюрьму и будет лишен всего имущества в случае, если он там что-то там откроет рот. Конечно, он фактически себя назначит, но пройдя процедуру выборов. Придет народ, не придет, это не важно, значит, он нарисует себе необходимое количество голосов. Здесь, конечно, очень тонкая материя для нас, конечно, прежде всего в том смысле, что как себя вести в этой ситуации, потому что я, допустим, не сторонник бойкота, то, что призывали оппозиция, так называемая, ну, не так называемая, позиция, которая за границей находилась, она призывала к бойкоту выборов, потому что эти выборы будут как бы сфальсифицированы, да, ну и многие внутри тоже призывали к бойкоту выборов, вот, но моя была позиция в том, что любая политическая компания, пусть даже урезанная, пусть даже как бы неполноценная, она все равно лучше, чем сидеть на диване, потому что она все-таки активирует энергию масс, и в этом смысле, конечно, мне кажется, надо будет поддерживать любого, если появится какой-то человек, который окажется небоязливым, там, какой-нибудь безработный, бомж там и так далее, да, то такого, конечно, в первую очередь надо будет поддерживать. Бонн выиграл выбор, понятно. Я хочу, Валерий, завершать фактически тем же, с чего начала. Вот вы сказали, что Лукашенко не будет официально вступать в войну с Украиной, бросать в войну белорусскую армию. Вопрос, а почему тогда белорусская армия концентрируется на границе с Украиной? Что она там делает? Зачем он туда ее отправляет? Очень просто. Для того, чтобы Украина не могла успокоиться на границе, держала часть вооруженных сил своих на границе, как бы мало ли что случится. Вот, поэтому в любом случае, если происходит концентрация вооруженных сил недружественного государства на твоей границе, необходимо держать определенные резервы, определенные силы необходимо держать на этой границе. То есть результат, вернее, цель проста, оттянуть часть ресурсов, человеческих, материальных ресурсов, оттянуть и военных ресурсов, прежде всего, оттянуть от того, чтобы они были переброшены в Курск или на Восточный театр военных действий. Ну, как примерно произошло в Советский Союзе, вы же прекрасно помните, когда было понятно, что Япония не вступит в войну с Советским Союзом, а пошла в Юго-Восточную Азию, то сразу же те дивизии, сибирские дивизии, которые там находились, они были переброшены для того, чтобы вести боевые действия на Западном фронте. Поэтому все это как бы совершенно очевидно, и мне кажется, что вот эти телодвижения, которые происходят, они имеют исключительно эту цель. Валерий, спасибо вам большое, спасибо за интересное, содержательное, как всегда, интервью, и до новых встреч. Спасибо вам также, всего наилучшего, живи, слава Украине и живи Беларусь. Вечно живи, героям слава. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!